Ну, мы с вами продолжаем знакомство с первыми такими достаточно простыми элементами астрономии. И вот тема сегодняшней лекции вам показана – видимые движения светил. И что мы в итоге будем знать, если вы внимательно меня будете слушать. Звезды неба и созвездия, видимые движения звезд, видимые движения Солнца и Луны, движения планет. Особенно интересно. И как это объяснить? Ну, вот на этот вопрос я, наверное, сегодня полностью не смогу ответить, но продолжим на следующей лекции. Значит, с чего началась астрономия? Она началась с того, что первобытный человек, вот нашел я вам слайды, так, это гомосапиенс, он появился 100 тысяч лет назад, первый современный человек появился в Южной Африке. Но уже более развитый человек, с увеличенным объемом мозга и так далее, появился 70 тысяч лет. Он именуется неодерталицем. Вот его изображение. И вот представьте себе, вышел вот этот неодерталиц из пещеры, посмотрел на небо и увидел, что небо, видно здесь, содержит червячайно большое число точек светящихся объектов. Или вот посветлее картиночка, так, здесь, конечно, искаженные изображения, лепешки, они не звезды. Ну, считать он не мог, сейчас мы можем подсчитать, что неодерталиц, видимо, видел на небе не 3 тысячи звезд, как мы сейчас считаем, так, но наше зрение испорчено телевидением, компьютером и так далее, неодерталиц всего-то не имел. И поэтому он увидел, видимо, 4 тысячи звезд в одном полушарии и 4 тысячи звезд в следующем полушарии. Но на самом деле, чтобы запомнить положение звезд, так, астрономы, современные астрономы, конечно, договорились разбить небо на участки, на так называемые созвездия. Сейчас считается 88 созвездий с учетом северного и южного полушария, так. Эти созвездия имеют совершенно четкие границы. Ну, вот я показываю пару примеров. Обратите внимание, это непростые квадратики, так. Ну, например, вот созвездия Кома Беренисис, северная корона, так. Ну, если бы Аквадратик сделал так, то изображение короны как-то выпадает, да. Поэтому эти границы были, ну, целесообразно проставлены. Все это на современных картах отражено. Ну, здесь вы видите созвездия Гончепси, Канис Венатики, Волопас, Боутас. Еще раз хочу сказать, что все созвездия в научной литературе именуются по лантыне. Ну, скажем, созвездия Большая Медведица – Урса Майорис, Малая Медведица – Урса Минорис и так далее. Ну, вот здесь русские номинования, а вообще-то в научном гаргоне близнецы Джемини, Рак, Канцер, Маноцерос, Арию, он так и остается, Телентаурус, Вознича, Аурига, ну, и так далее, и так далее. Таких созвездий, значит, 88. Для того, чтобы запомнить расположение созвездия, древние ученые, ну, в частности, греки, арабы, они как-то фантазировали и каждому созвездию приписали какой-то силуэт. Ну, например, Большая Медведица изображается в разных атласах по-разному. Ну, например, здесь вот изображение, когда вот этот ковш, ручка ковша на голову приходится, а здесь ручка ковша приходится на хвост. Так, ну, это капризы каждого художника, который создает звездный атлас, и поэтому надо понимать, что изображение в разных книгах мог быть чуть-чуть разное. Ну, вот обратите внимание, здесь вот в ковше есть вторая звезда, она называется Алькором. Но если у вас отличное зрение, то вы увидите здесь вторую звездочку, Митцар. Вот древние греки, прежде чем молодого человека взять в армию, так, они проверяли его. Видишь ли ты Митцар? Так, если молодой человек видел эту слабенькую звездочку, он был годен для армии. Если он не видел, значит, зрения у него недостаточно. Вот как работал военкомат в Древней Греции. Так. А здесь вот изображение. Видите, ковш совсем другой, перевернутый. Это как бы вид на небесную сферу с внешней стороны. Хорошо. Ну, среди звезд есть созвездия. Вообще, наименование созвездий произошло прежде всего из легенд Древней Греции, из легенд арабских стран. А в эпоху Ренессанса, когда начали открывать новые страны, то появились там телескоп, созвездие, треугольник, триангул и так далее, и так далее. Так что набор созвездий очень большой и разные номинования. И вот я вам показываю слайд. Вот чтобы вы запомнили небо, так, то сразу ассоциируйте, скажем, вот есть созвездие Лебедь, прям звездочки вот так расположены, вот так. Так, кстати, я показываю вам знаменитый осенний летний треугольник. Он сейчас хорошо виден. Если вы в южную часть посмотрите, южная часть у нас вот в этой стороне, как вы помните. Так, то вот из ярких звезд, это Денеп, Лира, созвездие Лира, звезда Вега и здесь Альтаир. Видите, здесь изображение Орла. Это звезда Альфа Орла. Так, но вот эти такие фантазии позволяют немножко человеку, неискушенному в астрономии, как-то ориентироваться среди звездного неба. Ну, хочу сказать, что скопление звездное и созвездие – это совершенно разные вещи. Не путайте, пожалуйста. Есть понятие скопления звезд. Это значит группа звезд, объединенных общей силой тяготения. Они связаны друг с другом. А скопление – это результат случайной проекции звезд. Вот вы смотрите звезды, проектируете на небо. Ну, вот на примере созвездия Ориона. Вот знаменитое созвездие плечо, второе плечо Ориона. Это его знаменитый пояс. Это его колени. Так вот, расстояние до этих звезд совершенно разное. Вот они, эти звезды, нанесены в этой плоскости. Вот эта звезда, она достаточно яркая, но благодаря тому, что она близко расположена. Вот эта звезда достаточно яркая, но расположена далеко. Значит, светимость у него большая и так далее, и так далее. То есть, вот это вы должны подчеркнуть, что созвездия и скопления – это совершенно разные объекты. Теперь о звездах. Ну, конечно же, среди всех этих трех тысяч звезд в северном полушарии есть звезды. Очень яркие. Их, конечно, желательно поименовать отдельно. Но эти номинования также идут в основном из арабских стран. Вот обратите внимание. Вот я здесь 25 ярчайших звезд. Смотрите. Аль-Таир. Аль – это по-арабски артыкль, как в английском языке «зе». 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 Да? Это артыкль у арабов. Аль-Таир, аль-Аферац и так далее, и так далее. Когда появились телескопы, стали обнаруживать переменные звезды. Каждую переменную звезду нужно поименовать как-то. Уже буквы греческого альфавита, яркие звезды обозначались сперва. Альфа – самая яркая звезда в данном созвездии. Бета – более слабая. Гамма – еще слабее и так далее. Но греческих букв в альфавите греческом очень мало. Поэтому возникла необходимость обозначать переменные звезды отдельно. Начали использовать латинский альфавит. И сперва обозначали латинскими буквами. «Р», «З», «Т», «З», «С», «З» и так далее, и так далее. Этих букв тоже осталось не очень много. А звезд переменных открывают постоянно, в настоящее время. И наши ребята молодые открывают эти звезды. Начали комбинировать «Р», «Р», «С». И обязательно показывают номинование скоплений. Причем номинование начинается с 334-й звезды. То есть, если вы увидите такое обозначение «В» – это variable переменная. И 310 – это неграмотное. С 334-й, 335-й, 336-й и так далее. Вот такие хитрые обозначения переменных звезд. Так, это я показывал. Теперь при более внимательном рассмотрении неба первобытный человек обнаружил, что все эти звезды вращаются. Я вам показываю слайд. Показываю половину фильма. Так, ну вот. Значит, здесь север, восток слева, запад справа. То, что говорит человек, это не важно. Я потому что сам прокомментирую. Вот смотрим в направлении севера. Видите, звезды восходят и заходят. Вот, кстати, большая медведица. Это звезда Анторес. Яркая. Двигаемся дальше. Повернемся на юг. На юге. Если посмотрите на юг, то звезды почти двигаются параллельно горизонту. Почти. На самом деле тоже они восходят и заходят. Вот это уже человек первобытный обозревал и начал задумываться, а почему это происходит. на средних широтах Земли. Так. Возвращаемся. Ну, я не надеялся, что я покажу вам фильм, поэтому подготовил на всякий случай статическую картинку. Ну, здесь то же самое показано. При взгляде на север у вас звезды восходят в восточной части. Видите, восток справа. Так. Описывают, значит, окружность. И заходят. Ну, здесь вот показана одна заходящая звезда. Остальные звезды принадлежат категории незаходящих. То есть они всегда видны. Они находятся и днем на небе. Так. Но мы их просто не видим. Если вы посмотрите на восток, то звезды двигаются слева направо. Если вы смотрите на юг, направление указанное, то вы видите, звезды восходят, заходят. Опять-таки статичная картинка. Повторяем практически то, что я сказал. Вот при движении звезд в течение очень долгого промежутка времени вот установили камеру, хорошую фотокамеру. Так. Сделали большую выдержку. Можно даже подсчитать, чему равняется выдержка. И вы увидите, что звезды описывают концентрические окружности вокруг интересной точки. Это полюс мира. Это полярная звезда. Строго говоря, полярная звезда не точно совпадает с полюсом мира. Астрономы этого должны знать. Небольшое отклонение есть. И она описывает небольшой кружочек около истинного полюса мира. Так. Вот изображение движений звезд. Человек задумался, так, чем, как объяснить такое движение. Ну вот, я подвожу резюме из того, что вы видели из фильма, из предыдущего слайда. Значит, смотрите на север. У вас есть звезды, восходящие на востоке и заходящие на западе, но есть звезды, которые не заходят. Это при взгляде на север. Так. При взгляде на юг, наоборот, у вас есть звезды или созвездия, которые вообще не восходят. Их, в принципе, мы не видим на нашей широте. Если вы хотите эти звезды увидеть, надо вам поближе к экватору перейти. Так. И там эти звезды будут хорошо видны. Какие главные закономерности в движении звезд? Максимальная высота над горизонтом всегда одна и та же. Вот этот момент верхней кульминации, вот эта линия, это меридиан. Меридиан здесь проходит вот так. Так, в направлении химический факультет. И примерно на Красную башню на улице Баумана. Вот меридиан здесь. И когда звезда проходит через меридиан, у нее высота самая максимальная. Если это не заходящая звезда, у нее есть еще нижняя кульминация, когда высота над горизонтом очень мала. Итак, максимальная высота над горизонтом всегда одна и та же. Это первая особенность, которую древний человек зафиксировал, а потом последующие поколения ученых уже. Точки восхода и захода всегда одни и те же. То есть вот эта звезда восходит около вот этого здания, да? Через некоторое время, через полгода вы можете пронаблюдать, она тоже самое здесь будет восходить. И будет в этой же точке заходить. Это вот особенность движения звезд. У Солнца, к которому мы перейдем, так, несколько ниже, картина совсем другая. Так, хорошо. Теперь вот я рисую картинку в плоскости меридиана. Плоскость экрана – это меридиан. Направление на север у меня сюда, естественно, на юг справа, но здесь запад и восток. Вот я теперь рисую линию оси мира. Так? Это ось, вокруг которой земля вращается вокруг этой оси. Так? Обратите внимание, я здесь написал Фи. Направление на север и направление на полюс мира составляет точно широту местности. Вот если вы ухитрите в хорошую погоду увидеть полярную звезду, а как увидеть, сейчас я покажу, так, то сразу же вы можете сказать, какая широта местности. Переедете вы в другой город, скажем, на юг, не зная, какая широта местности, но, посмотрев на полярную звезду, примерно оценим вот этот угол, так, вы можете сказать, что широта этой местности, скажем, 30 градусов. Так. Вот я здесь и подчеркиваю, что важно знать угол между горизонтом и направлением на северный полюс, угол ПОН, вот этот угол. Это и есть широта местности. Как найти полярную? Ну, вероятно, вы знаете, как найти полярную. Ну, надо что сделать? Значит, посмотреть на большую медведицу. Ну, эта картинка сделана для южных широт, так. У нас большая медведица никогда не находится вблизи горизонта, она выше, так. Но не важно. Вот большая медведица. Вот у ковша есть крайние две звезды. Кстати, по арабскому номинованию Дубхе и Мирак. Вот вы соединяете эти две линии, откладываете там четыре отрезочка и попадаете на достаточно яркую звезду. это полярная звезда. Ну, как говорил в предыдущих лекциях, направление на полярную звезду договорились называть севером. Естественно, направление перпендикулярное запад, восток и юг. Полярную звезду вы легко найдете. Так, а здесь вот небольшая задачка для вас. Значит, я показываю тоже звездные треки и спрашиваю, где сделан этот снимок? На какой широте? Ну, полярная звезда, видите, сидит уже здесь на горизонте. Значит, широта равняется чему? Нулю градусов, значит, это экватор. Снимок сделан на экваторе. Переходим к Солнцу. Вот здесь я вам показываю фильм, так, и вы будьте очень внимательны, фиксируйте, не просто так смотрите, так, на картинке, а фиксируйте, в каких точках восходит Солнце и какая высота Солнца над горизонтом. Фильм занимает три минуты, но очень поучительный, поэтому, извините, все-таки я его покажу, даже не оккупируя, так. Это фильм для широты Нью-Йорка, ну так получилось, широта Нью-Йорка 47 градусов, так, то есть южнее, чем Казань, но вид неба, ну, примерно одинаковый. Еще раз повторяю, фиксируйте моменты восхода, место восхода и захода Солнца и его высоту над горизонтом. Итак, берем 21-е, так, что там было, я проскочил, так, опа, значит, берем 21-е сентября или 22-го марта, это так называемые знаменитые даты, день весеннего и осеннего руноденствия. Смотрите, где Солнце восходит, это север, простите, юг, это восток, это запад. Вот, три точки я вам определил. Смотрите, солнышко взошло, вот, если обратили внимание, точно на востоке, сейчас посмотрим, где оно сядет. И высота Солнца одна. Так, я предполагаю, что это Луна. Так, в полной фазе. Так, хорошо. Видите, садится точно на западе. Что это означает? Это означает, что дуга, описанная Солнцем, над горизонтом и под горизонтом одинаковая. То есть, день равняется ночи. Это равноденствие так и называется. Так, дальше обращаю внимание, где Солнце восходит. это уже так, опять я проморгал, пока говорил. 21 июля. 21 июля? Так. Это значит, летнее солнцестояние или зимнее солнцестояние 21 июля или 22 декабря. Смотрите, высота Солнца уже больше. Взошло Солнце не в точке востока, строго, а чуть-чуть севернее, вот здесь. я не успел прокомментировать. Посмотрим, где заходит. Помните, у нас на предыдущих картинках Солнце село точно на западе, а сейчас оно садится чуть-чуть севернее. что это означает? Дуга, пройденная над горизонтом, больше, чем дуга, пройденная под горизонтом. День максимальной подлительности, а ночь короткая. 21 декабря это зимнее солнцестояние. Обратите внимание, Солнышко где? Вот еще раз повторяю, это Восток. Смотрите, Солнце где взошло. ближе к югу. Высота Солнца существенно меньше. Ну и сейчас Солнышко через очень короткое время сядет за горизонт, причем не точно в точке запада, а ближе к югу. Все, Солнышко село. Так, все, достаточно. То, что нужно, мы с вами определили. Двигаемся дальше. Итак, какие характерные особенности? То, что мы видели на картиночке, теперь надо зафиксировать в голове таким образом. В полдень по местному времени оно достигает наибольшей высоты, нижняя кульминация случается в полночь. Это понятно, как и у звезд. В средних широтах на протяжении года видимый суточный путь Солнца то сокращается, то увеличивается. Дуга то больше, то меньше, в зависимости от даты. Так, наименьшим будет день, длительность дня будет в момент зимнего солнцестояния. Это приблизительно 21 декабря. Там было указано. Так, наибольшая длительность дня это приблизительно 22 июня. Так, и наконец в дни весеннего осеннего ровно день света 21 марта и 23 продолжительность дня равняется продолжительности ночи. Все это человек так, не очень искушенно в астрономии, но он зафиксировал и сразу задался вопросами почему так происходит. Ну, этим мы будем заниматься с вами в последующих лекциях. Ну, вот теперь не надеясь на то, что я покажу фильм, так, с техникой всегда опасно связываться на лекциях. Вот я показываю уже статическую картиночку. Вот юг, так, 21 марта 23 сентября восходит не точно на востоке, а ближе к северу, чуть-чуть сдвинута к северу. Так, описывается вот эта дуга и, соответственно, под землей описывается аналогичный дуга. У вас будет день равноденствия весеннего или осеннего. Дальше. Значит, 23 сентября вот у вас дуга. Ну и, наконец, зимой вы видите высота Солнца над горизонтом очень мала. Так, вот эта дуга по длительности намного меньше дуги, проходимой под горизонтом. День будет самый короткий. Ну, у нас сегодня 28, да? восьмого. Ну, неделю тому назад у нас день равнялся ночи. К сожалению, теперь каждый день на 4 минуты день сокращается. В декабре будет очень короткий день. Вот это монтаж. Один астроном ухитрился скомбинировать снимки. Ну, вот вы видите 21 декабря Солнышко только взошло, а, скажем, 21 июня Солнце вон какую дугу описывает. Ну, и в промежуточной датой здесь показаны. То есть, это иллюстрация фильма, но в таком статическом виде. Или вот здесь комбинация для конкретной местности. Восток строго. Солнце восходит точно в востоке в весеннее и осеннее равноденствие. Когда у вас летнее солнцестояние, дуга будет больше, и восход Солнца уже не точно в востоке, а ближе к северу. Ну, не совсем к северу, но все-таки чуть-чуть сдвигается в сторону севера. И наоборот. Солнце в зимнее состояние заходит вот в этой точке. Двигаемся дальше. Говорят, что Солнце проходит через 12 созвездий. Эти созвездия особенные. Они имеют собственно номинование знаки зодиака. сейчас-то мы знаем, что Солнце в центре, а Земля вращается вокруг. Но тогда астрономы, конечно, древние люди не знали, что Земля вращается вокруг Солнца. Но вот вы из Земли смотрите на Солнце, и Солнце у вас может быть в созвездии Стрельца, через некоторое время в созвездии Козерога, через некоторое время, когда Земля перемещается пробить созвездия Водолей, там Рыбы, Таурус, Джиммини это Близнецы и так далее, и так далее. Эти созвездия используются астрологами, к сожалению. Считаю, что вот вы сегодня родились, а Солнце оказалось в созвездии Сагитариуса. Вся ваша будущая жизнь определена соответствующими правилами. Ну, это, конечно, надуманно, о чем я говорил в первой лекции. Так, движение Луны, но ничем не отличается от движения Солнца. Единственное только, если Солнце при своем годичном обращении, видимом годичном обращении, возвращается в ту же самую группу звезд, в то же самое созвездие, ну, примерно через 365, там, запятая и дробь суток, то Луна возвращается к определенному созвездию всего через четыре недели, через 20-70 небольшим суток. Это первое отличие, а так очень похоже на движение Солнца. Так, и второе обстоятельство. Луна не движется по тому же пути, что и Солнце. Этот путь, кстати, как называется? Эклиптика. Так, орбита Солнца, видимого движения, так, это эклиптика. А Луна имеет наклон к эклиптике. Так, вот я рисую вам путь движения Солнца, так, а вот путь движения Луны. Так, имеется угол наклона, он 5 градусов в 9 минут, так, в этом отличие движения Луны от Солнца. И, кстати, обратите внимание, Солнце двигается вот так, Луна двигается вот так, и они в этой точке могут совпасть. Что произойдет? Затмение. Так, ну, о затмении мы будем говорить с вами подробно ниже. Так, хорошо. Ну, в более поздние астрономы, которые уже очень внимательно следили за движениями планет, а тогда было известно всего 5 планет, так, ну, плюс Луна, плюс Солнце, значит, 7 объектов. И астрономы обнаружили, что бывают интересные моменты, когда планета Меркурий, они не знали, почему, но факт наблюдательный установили. Планета Меркурий проходит по диску Солнца. Ну, в промежуток времени здесь вот указан, так. То же самое с Венерой. Не всегда это происходит, так, но бывают моменты, это когда плоскости Венеры тоже имеют угол наклона, так, эклиптики, но когда этот угол наклона почти что совпадает, ну, почти что практически нулевой, будем говорить, у вас будет прохождение Венеры. Конечно же, астрономы должны были ответить на этот вопрос, так. Дальше. Я уже говорю о движении планет. Так. Вот я вам показываю реально, правда, в ускоренном варианте движения Марса. Так. Я умышленно пропускаю вот эту часть, так, к ней мы вернемся. Так, это не нужно комментировать, это следующее. Так, вот, конечно, быстрый вариант. Ну, здесь вот какое-то скопление, я точно не знаю. Вот орбита Марса, это ускоренный снимок кино. Смотрите, он двигался справа налево, теперь двигается, приостановился, и опять двигается в том же направлении. Венера и Меркурий двигаются хитрым образом покрывает диск Солнца, а здесь Марс описывает какую-то петлю. Так, вот в разной дате здесь в 2009 году сделали. Непонятно, в чем отличие движения Меркурия и Венеры от движения Марса. Или статичная картиночка. Так, или вот нам петля, там 2009 год был, по-моему, да? А здесь в 1994 тоже, смотрите, вот здесь указаны созвездия, вот близнецы, Касторы Паулукс, вот движение. Значит, вот в этой части ускоряется, в этой части поворотно замедляется, потом опять ускоряется, опять замедляется, и описывают такую петлю. Аналогично и для Юпитера 2003-2004 год. Так, ну это картиночка. Тоже петля. Возникает вопрос, в чем различие между движениями вот этих двух планет Меркурия-Венера от движения Марса, Юпитера. Ну, Сатурна можно было показать, но там примерно такая же картинка, только петля поменьше. Так, резюме и все, что сказано было. Так, Марс, Юпитер и Сатурн описывают вот такие петли, но петля может быть и вот таким образом расположена, по-разному бывает. А Меркурия-Венера отклоняются от Солнца то влево, то вправо, то к востоку и к западу. Бывает, когда они проходят по диску Солнца. Ну, не обязательно по центру скажем, вот касательно и так далее. Совершенно разный характер движения планет. Опять-таки на эту проблему нужно давать ответ, так, что сделали, конечно, древние ученые и в частности Птолемей. Птолемей это выдающийся греческий астроном, кстати, последний из астрономов Древней Греции, потом Греция была оккупирована Римской империей, так, наука там зачахла. Птолемей это был выдающимся ученым, так, вот что он сделал, так, он дополнил звездный каталог Гепарха. Гепарха это тоже не менее знаменитый, даже более знаменитый ученый, чем Птолемей, так, Гепарх открыл очень много таких интересных фактов, как прецессия, создал каталог большой, определял расстояние до Луны, до Солнца и так далее. Так, Птолемей самостоятельно дал координаты 1022 звезд, но это не имеет отношения к нашей теме, а самое главное, он разработал математическую теорию движения планет вокруг неподвижной Земли. Ну, строго говоря, эту модель предложил еще до Птолемея Евдокс, греческий ученый, за несколько столетий жил, как видите, он где-то в первом столетии уже нашей эры. Так, и что нужно было сделать Птоломею? Ему нужно объяснить было, а, почему две планеты двигаются таким образом, как маятник, так, а почему оставшиеся три планеты описывают петли. древние греческие астрономы не знали никаких эллипсов. Это было подписанием Бога. Все движения равномерные и все движения по кругу. Так, все другие движения не рассматривались как божественное предназначение. Так, поэтому перед Птоломеем была задача, как объяснить неравномерные движения, ну, скажем, Марса, Юпитера и Сатурна, где они убыстряются, замедляются и так далее, когда движения только равномерные должны быть. И он нашел очень хитрый выход. Ну, точнее, он повторил результаты Евдокса, но более в таком совершенном виде. Так, что он предложил? Да, кстати, работал Птоломей в Александрии. Слайд появился. Значит, вот Александрия находится в устье Нила в Египте. Тогда Греция уже колонизировала очень много побережья, участки на побережье. Ну, и в частности, Северная Египет принадлежала Греции. И вот в Греции была организована библиотека, знаменитая библиотека, она называется Александрийской, потому что здесь город, в котором была основана библиотека, это Александрия. Этот город до сих пор существует, так его можно посетить. Вот в этой библиотеке была организ... В этом городе была организована библиотека самая лучшая и полная по тому времени. И поэтому все ученые, которые хотели заниматься астрономией, математикой и так далее, они собирались в этой библиотеке, поскольку она содержала, вот видите, свитки здесь, манускрипты, около 100 тысяч свитков. Вот они так выглядят, один из свитков. Но, к сожалению, эта библиотека после... Ну, через некоторое время сгорела, вот в 47-м году до нашей эры. Аптоломей работал в 100-м году нашей эры. Так. Значит, эта библиотека сгорела в течение так называемой Александрийской войны, к ее гибели причастен Юрий Цезарь. Ну, тогда оккупация происходила в Северном Египте, Римской империи, так, и вот Юрий Цезарь был причастен к тому, что библиотека сгорела. Но, к счастью, у этой библиотеки были дочерние библиотеки. Поэтому библиотека была восстановлена, может быть, не на все 100%, частично восстановлена, так. Но все равно в 391 году нашей эры библиотека была уже практически сожжена, так, во время правления императора Феодосии Великого. В этот трагический год толпы христианских фанатиков, подогреваемые проповедями европейского Александрии, вот отрицательная роль религии в данном случае, феофила, что будут вредить главенствующую роль христианской религии, буквально разгромили Александрийскую библиотеку и имели цель уничтожить все языческие и еретические книги, все книги удающихся ученых. Ну, какой выход нашел в итоге Птоломей? Он опубликовал знаменитую книгу, она именуется по-разному в разных странах, первоначальное математическое собрание в 13 книгах, в каждой книге решается отдельная задача, и в одной из книг решалась задача построения модели Солнечной системы, или математический синтаксис именуется, величайшее сочинение Аль-Маджисти по-арабски, потом с арабского были переведены книги на латынь, уже искаженные Аль-Магест. Так, вы спросите, как же, Найдер Булович, вся библиотека сгорела, сгорели и труды Птоломея? Да, действительно так, но здесь надо отдать должное арабской астрономии, которая была очень хорошей ученицей греков, они перевели все труды греки до сожжения библиотеки, естественно, на арабский язык, и все, что мы знаем о трудах древних греков, Пифагор, Аристотель, Аристарк Самоцкий, и так далее, и так далее, мы знаем уже из рукописи арабов, арабы сохранили нам это высочайшее созвездие, ну, это вот первое издание, печатное в 1549 году этой книги, я содержание всей книги 13 томов не намерен рассказывать, так, это не входит в мою задачу, а вот как он решил проблему движения планет и Солнца, так, мы об этом подробно расскажем, и так, основные моменты, в центре мира находится Земля, система мира геоцентрическая, это только в 1542 году Коперник предложил гелиоцентрическую систему, пока что мы работаем с моделью Птолемея, в центре мира находится Земля, все планеты вращаются по эпициклам и дифферентам, это круги, сейчас я картиночку покажу, вы поймете, что это такое, комбинация относительных радиусов этих кругов, дифферентов и эпициклов и скоростей вращения позволяет объяснить видимые движения планет, Солнце вращается только по дифференту в этой модели, все звезды расположены на хрустальной сфере, которая вращается вокруг Земли, вот в математическом синтаксе такие основные тезисы учения Птолемея, основные тезисы модели мира, так, вот теперь я объясняю, что такое дифферент эпицикл, итак, в центре Земля беру какую-то планету, заставляю ее вращаться по кругу, это опять равномерное движение, а центр этого круга, это эпицикл называется, планета сидит вот на этом круге, а центр этого эпицикла вращается вокруг Земли. Какая хитрость здесь? Хитрость заключается в том, что комбинация равномерного движения по эпициклу и равномерного движения по дифференту позволяет получить неравномерное движение. Ну, смотрите, вот если планета находится здесь и она вращается по эпициклу вот таким образом, против часовой стрелки, то у вас скорость вращения планеты по эпициклу и скорость вращения центра эпицикла по дифференту совпадают. Убыстрение происходит движение планеты. И противоположное через пол периода планета находится здесь, она двигается противоположную сторону, центр эпицикла двигается в том и в самом направлении, здесь скорости вычитаются, будет замедленное движение. С помощью комбинации вот таких движений, можно, комбинации равномерных движений по кругам, можно, оказывается, получить неравномерное движение. То есть одну из задач равномерно-неравномерное движение Птоломей объяснил довольно просто. Ну вот, здесь показана система мира Птоломея в графическом виде, но точнее написано Аристотеля Птоломея. Действительно, впервые предложил такую модель Аристотель, так, намного раньше, чем Птоломея. Но эту гипотезу позабыли, и Птоломея просто реанимировал ее и добавил еще своими деталями. Ну, в центре Земля, так, вокруг Земли вращается Луна, Меркурий, ближайший планет у него, вращается по эпициклу, и центр эпицикла описывает круг, ну, и так далее. Солнце, как вы видите, только по дифференту, иначе ему нельзя было ничего объяснить, так, Солнце не испытывало неравномерность движения, поэтому Солнце оставил на дифференте, ну, и другие планеты, Марс, Юпитер и Сатурн. И внешне это сфера такая, хрустальная, на которой, как фонарики, вкраплены звезды. Вот такая гипотеза Птоломея была предложена. Так, двигаемся дальше. Ну, я покажу вам фильм, так, надеюсь, что он воспроизведется. Очень красивая модель, посмотрите, какой рисунок получается, если комбинировать все эти движения. Так, ну, я комментировать не буду, вот, в центре Земля, так, ну, вот, орбиты планет, так, центры эпициклов двигаются по орбите, и видите, какой набор вот таких узоров получается. с точки зрения красоты, конечно, это неописуемо, но с точки зрения науки это большая ошибка Птоломея. Так, не имеет смысла дальше показывать, но только можем показать в заключении, когда полный оборот сделали. вот что получается. Красиво, да? Так, хорошо. Возвращаемся. Какие хитрости? Надуманные хитрости у Птоломея, чтобы объяснить движение. Ему нужно объяснить было колебание двух планет Меркурия и Марса около Солнца, да? Иногда эти планеты проходят по диску Солнца, иногда они не проходят по диску Солнца, и обнаруживается только восточнее Солнце, то западнее Солнце. То есть есть такое чувство, что эти планеты заходят за Солнце, но таких мыслей у Птоломея еще не появлялись. Как он объясняет такое колебательное движение? Он заставил вот эти две планеты вращаться вот каким образом. Смотрите, вот Земля, ну Луну оставим в стороне, так, Меркурий, так, вот он вращается по эпициклу, центр которого вот по этому дифференту. А здесь Солнышко, смотрите, он заставил в своей модели, вот Солнце находится здесь, так, линии, соединяющие Землю и Солнце, так, и центр эпицикла должен находиться на этой линии. Солнышко у вас переместилось сюда, так, я, центр эпицикла Меркурия, должен располагать уже вот по этой линии. Вы видите, он как-то синхронизировал, искусственно, так, синхронизировал движение, так, да, вот, Солнца, так, и вращение по эпициклу у Меркурия, но аналогично для Венеры. Это, в общем-то, явно искусственное предположение, что вот эта линия, так, которая при разном положении Солнца будет занимать вот такие положения, тогда центр эпицикла Меркурия там и Венеры обязательно на этой линии должны быть. И тогда хорошо объясняется колебание Солнца, простите, колебание планет около Солнца. Ну, понятное дело, что это искусственное построение, так, как это можно делать? Мало того, ему пришлось еще заставить внешнюю планету, внешнюю планету, у которой орбиты Земли мы называем, или внешнюю планету, он заставил внешнюю планету располагаться на эпицикле так, чтобы вот эта линия, соединяющая центр дифферент эпицикла, опять была параллельна вот эта линия. Опять это чисто искусственное предположение. Ну, у Сатурна, скажем, вот я зарисовал основное положение Солнца, вот эту линию, и вот эти линии, так, у внешних планет, планета должна находиться именно вот здесь, не здесь, а вот здесь, линии, которые параллельно вот этой основной. Но вы чувствуете, что здесь много искусственных таких натяжек, совершенно необъяснимых. Но, тем не менее, ну, это комментарии тому, что я сказал уже, тем не менее, эта гипотеза просуществовала. Мало того, ему пришлось сделать еще дополнительные искусственные предположения, так, для того, чтобы его наблюдение, он проводил наблюдение самостоятельно, использовал, конечно, чужие, но и свои наблюдения, так, Аптоломея был вынужден сделать дополнительные предположения, а какие? Земля несколько смещена относительно центра дифферента. Вот, центр дифферента, а чтобы объяснить некие различия, возникшие между теорией, будем говорить, гипотезой Аптоломея и наблюдениями, он вынужден Землю сместить, не в центре поставить, он не знал еще об эллипсах, так, мало того, потом пришлось ему еще и квант включить, еще какую-то точку, такую я не буду комментировать, это не столь ваше, но вы чувствуете, что искусственность этой гипотезы очевидна, так, почему она просуществовала аж 1400 лет, ну, во-первых, она устроила религиозный официоз, в центре Земля, а не Солнце, так, все божественно было создано на Земле, поэтому, естественно, эта теория поддерживалась религией, так, дальше, наблюдения были визуальны, телескопов не было, первый телескоп там изобрел Ньютон где-то 1600 году, так, и поэтому больших претензий к этой теории долгое время не было, но с появлением более точных наблюдений, уже телескопы еще не появились в средние века, но астрономические инструменты типа астролябия там и других инструментов точность увеличилась, и возникли ошибки при сравнении предсказаний Птолемея и наблюдениями, но сторонники Птолемея выходили из положения следующим образом, они заставляли при несовпадении наблюдений делать еще круг это уже второй эпицикл который вращается вокруг центра первого эпицикла в некоторых случаях и третий эпицикл добавлялся и в итоге к 1500 году так эта система насчитывала около 80 кругов для того чтобы сравнить наблюдения и теории так и эта система под тяжестью этих кругов рухнула появился Коперник чтобы завершить разговор по поводу Птолемея вообще некоторое время тому назад была дискуссия о том не являлся ли Птолемей подтовцовщиком фактов некий Роберт Ньютон известный историк астрономии американский астроном опубликовал даже книгу преступления Птолемея и он пытался доказать что Птолемей под свою гипотезу подгонял собственные наблюдения то есть если различия между наблюдениями теории обнаружились он подправлял данные наблюдения ну такая дискуссия в общем-то прошла в течение нескольких лет среди астрономов в конце концов было доказано что Птолемей не мошенник что он действительно выдающийся ученый и на этом дискуссию завершили поэтому Птолемей это выдающийся астроном который дал нам первую пусть не верную но первую модель солнечной системы но потом пошло средневековье когда астрономия и все науки вообще не развивались до эпохи ренессанса и поэтому эта система просуществовала несколько столетий и теперь переходим к следующей кандидатуре это конечно Николай Коперник так Николай Коперник ну вы знаете поляк по происхождению так он является выдающимся польским астрономом предложил гелиоцентрическую систему мира должны знать историю астрономии что строго говоря первую гелиоцентрическую систему мира предложил не Коперник а предложил за много веков еще до нашей эры некий аристарх самовский опять греческий ученый он сказал что не может земля быть в центре мира в центре мира должно быть солнцем вы спросите а почему такой у него тезис появился противоречащий кстати религии значит ситуация такая он попытался определить размеры луны и солнца это первая такая научная работа когда решала задача каков радиус солнца каков радиус луны и каков размер земли сфен опять греческий ученый да слышали про это говорили вам говорили да и ритосфен поступил следующим образом как он радиус земли определил я немножко отвлекаюсь он наблюдал в александрии а его ученик наблюдал на несколько сот километров южнее по нилу так наблюдали солнце и они договорились в один физический момент времени пронаблюдать солнце из двух точек и обнаружили что положение солнца в александрии в определенный момент и положение солнца вот в южной точке разное определение угол им надо теперь определить было расстояние между двумя точками но конечно никаких гидазических измерений тогда не было так ритосфен просто послал из александрии в этот город караван верблюдов слышали да физики астрогидазисты караван верблюдов а верблюды имеют превосходное свойство они идут монотонно с одной и той же скоростью они подсчитали сколько времени потребовалось верблюдам пройти от александрии до этой южной точки так подсчитали эту дугу знают угол и он определил диаметр земли или радиус земли который кстати на несколько процентов отличается от современного радиуса земли полученный более точным гидридическим методом ну ладно я отвлекся итак иртасфен определил размер солнца ну не в километрах конечно а в угловой мере скажем так ну и перевел потом размер солнца в стадии стадии это единица измерения расстояния древней Греции определил размер луны определил размер земли ему было известно и он получил что солнце во много раз больше но у него получила цифра в сто раз больше на самом деле солнце больше размера земли существенно выше цифра но не важно так и поэтому поставил естественный вопрос ареставр Самовский ну как может маленькая земля быть центром вокруг которого вращается большая большое светило солнце массы конечно он определить не мог он по размерам судил и он поэтому поставил солнце в центре но это было в эпоху молодой древнегреческой астрономии так как-то к этому учению отнеслись равнодушно опять-таки благодаря настоянию религии и позабыли про него так вот Коперник он признавал что не он первооткрыватель гельоцентрической системы он так и пишет в своей книжке я видел дальше потому что я стоял на плечах гиганта имея ввиду аристарха Самовского так ну возвращаемся к Копернику к его книге знаменитой книге о вращении небесных сфер история этой книги тоже очень поучительна так о вращении небесных сфер 1543 год эта книжка была запрещена естественно и для публикации этой книжки были приложены религиозными чиновниками очень большие усилия так книжку запретили и только сняли табу в 1828 году когда папа признал что Коперник был прав так произошла реабилитация сейчас отвлекаюсь немножко вам полезно знать эти факты встает вопрос о реабилитации Джордана Бруна Джордана Бруна это первый человек который сказал таких светил как солнце множество на небе и около этих светил вращаются такие же планеты как наша земля на которых возможно есть жизнь вот за эту еретическую мысль Джордана Бруна был сожжен а что мы имеем в настоящее время в настоящее время открыты планеты около двух тысяч звезд у некоторых звезд даже по несколько планет открыты то есть Джордана Бруна был прав и поэтому советский математик Арнольд знаменитый математик не астроном он обратился к папе не помню какой но не важно к папе не пора ли реабилитируют Джордана Бруна он же утверждал что будут могут существовать планеты и вокруг других звезд на что был дан ответ пока рано вот он обнаружит жизнь так на какой-нибудь планете тогда будем думать реабилитировать его или нет ну и опять отвлекся но такие исторические экскурсы они полезны вы все-таки люди которые заканчиваете университет и не должны знать только свою узкую область но немножко еще и примыкающую область из истории науки и так далее и так далее так эпихрафом к этой книге была такая хорошая фраза пусть не ходит никто не знающий геометрию ну действительно там геометрические построения были и так далее и так далее значит сам коперник потерял отца очень рано но к счастью его дядя Ксель Роди был состоятельным человеком и он взял на себя обязанность дать копернику образование и коперник учился в нескольких университетах в Италии в Падуе в Милане там и других университетах изучал теологию медицину интересовался астрономией так но прекрасно знал что он после окончания будет работать каноником в каком-нибудь городе Польши интересовался астрономием вернувшись после Италии в Туруни есть такой город в Италии простите в Польше он был принят на должность каноника но как говорят историки в любой момент свободный после служб он поднимался наверхушку и проводил наблюдение так его вот гипотеза о гелиоцентрической системе давайте будем говорить гипотеза аристарха тире коперника начала по всей Европе овладевать учеными умами так он книгу еще не публиковал так но люди уже слышали про эти измышления коперника на первый взгляд измышления с точки зрения религиозной религиозной официоза так уже начали просить коперника опубликовать книгу коперник долгое время не соглашался но может по причине преследования со стороны религии или по ряду других причин может он просто ну высказал идею их достаточно не обязательно ее пропагандировать очень сильно и вот благодаря математику Иоганну Иохим точнее Иохим Ретик это друг коперника так незадолго до смерти все-таки убедил коперника отдать ему рукопись для того чтобы опубликовать об этом конечно услышали религиозные чиновники и они всяческими силами хотели как-то запретить эту книгу но напрямую запретить они не решились поэтому они попросили одного влиятельного церковного служащего написать предисловие к этой книге и этот значит автор представил книгу как некое такое упражнение в математике не имеющее никакого отношения к действительности вот такое иезуитское предисловие было из которого будущий читатель понимал ну к этой книжке надо относиться как к такому интересному упражнению математическому не более ну и поэтому они книгу запретить не могли но написали такое предисловие так книга была опубликована ретик приехал к копернику и как говорит история коперник уже был на смертном одре он взял эту книгу перелистал там пару страниц и скончался ну может это легенда но в литературе я нашел вот такую ссылку так ну давайте вернемся теперь от коперника к его науке какие основные положения вспоминайте положение птоломия и сравнивайте с положениями которые или стезисем которые выдвинул коперник все планеты вращаются вокруг солнца кардинальная мысль отличная от птолемии да там вокруг земли вращение происходит по круговым орбитам традиция признавать движения только равномерные и если криволинейные только по кругам у коперника осталось так здесь он ничего не мог сделать да и данных не было чтобы опровергнуть для этого должен родиться Кеплер так вращение по орбитам равномерно естественно но скорость вращения убывает с ростом расстояния до Солнца чем ближе тем больше скорость орбитальная чем дальше тем меньше это очень интересный тезис планета вращается в одной плоскости это плоскость мы называем плоскость эклиптики но это тоже не точно на самом деле планета имеет небольшие углы наклона к эклиптике но это не важно так дальше вращение небесного свода вызвано суточным вращением земли вокруг своей оси это тоже революционная гипотеза до Коперника считали что вот этот небесный свод как хрустальная сфера вращается самостоятельно а Коперник говорит нет извините мы находимся на вращающейся земле так и поэтому нам кажется что небесный свод вращается вокруг земли так вот такие основные положения как вы чувствуете часть положения абсолютно верная часть теперь мы можем критиковать скажем круговое движение мы знаем что есть эллиптическое движение но тем не менее Коперник был пионером в этом деле ну здесь я иллюстрирую одно из положений линейная скорость убывает Меркурий имея маленькую орбиту вращается с большой скоростью линейной круговой так Венера меньше это Земля меньше Марс меньше ну и так далее и так далее убывает это очень важный момент для объяснения всевозможных движений планеты о которых я говорил в начале лекции теперь совершенно ясно как происходит покрытие Меркурием и Венерой диска Солнца бывают такие положения когда Земля Венера и Солнце находятся почти на одной линии ну почти не обязательно строго можно проходить не только по дискам и может быть касательно проходить и так далее совершенно понятно Венера отклоняется Земля скажем здесь Венера у вас здесь она оказалась западнее Солнце потом Венера может оказаться здесь она оказалась восточнее Солнце вот эти колебания очень просто объясняются тем что порядок расположения планет совсем другой по сравнению с геоцентрической системой так здесь что-то у меня теперь значит это вам полезно знать какие основные конфигурации потому что в литературе даже научно популярные эти термины появляются и вы должны после моей лекции вообще-то знать вот давайте возьмем Солнышко возьмем планету внутреннюю как говорят то есть орбита ее расположена внутри орбиты Земли и вот при своем вращении давайте зафиксируем положение Земли так при своем вращении эта планета ну Венера или Меркурий принимают интересное положение так планета находится вот в этой точке это самое минимальное расстояние называют противостоянием оппозиции так или нижним соединением если планета находится по ту сторону Солнца это верхнее соединение вот две точки знаменитых мы зафиксировали теперь у вас планета отклоняется от Солнца максимально на угол который будет вставляться вот этой касательной линии здесь и здесь так во всех других положениях этот угол будет меньше вот этого максимального угла так так значит ну давайте закончим с этой планеты я хотел перейти к другой планете так значит вот это максимальное удаление планеты от Солнца к востоку или к западу так называется элонгацией если к западу то это западная элонгация если к востоку от Солнца отклоняется на максимальный угол то это восточная элонгация так значит какие уголы для Солнца простите для Меркурия и для Венеры Меркурий может отклоняться от Солнца на угол не больше 15 градусов потому что он ближе к Солнцу а Венера может отклоняться от Солнца на угол порядка 48 градусов так это моменты моменты элонгации вот на зачете я иногда спрашиваю студентов таким образом и они почему-то теряются плохо слушаю мою лекцию я задаю такой вопрос может ли Меркурий быть виден вечером на востоке и студент теряется ну-ка может ли быть Меркурий виден вечером на востоке вот появилась на востоке точечка неграмотный астроном ну неграмотных астрономов не бывает так но неграмотный человек может сказать а это Меркурий правильно неправильно почему потому что ближе к солнцу может находиться по вечерам вечером солнце ближе к западу и Меркурий недалеко от солнца совершенно верно Меркурий всегда находится около солнца около солнца ну 15 градусов да в плане но никак не может солнце оказаться на западе а Меркурий отклонившись на угол чуть ли не 180 градусов оказаться на востоке конечно ответ ваш правильный что Меркурий если будет виден так то он будет виден если он находится в восточной лангации он будет виден ну-ка подскажите мне в восточной лангации он будет виден когда на нет в восточной лангации он отклонился от солнца к востоку то есть он будет виден солнце зашло так а на расстоянии 15 градусов будет виден меркурий а утром он будет виден когда солнце взошло чуть-чуть поднялось и только после этого через 15 градусов появляется меркурий правильно но то же самое можно про венеру я могу задать задачку по венере так хорошо это мы рассуждали по поводу внутренней планеты теперь внешний планета марс юпитер и так далее здесь тоже интересные точки в точке b планета имеет самое близкое расстояние к земле это тоже противостояние но говорят нижнее про стояние планета оказалась вот в этой точке максимальное удаление от земли это верхнее противостояние но есть еще тоже две интересные точки вот если я проведу вот так линию перпендикулярную от земли на солнце так то вот это и планета находится в точке d или в точке c эти положения называется квадратурами давайте договоримся впредь на всех картиночках у меня справа запад так а слева восток я не хочу говорить право слева и я буду на научном фиаргоне говорить так значит здесь планета находится на западе угол 90 градусов это будет западная квадратура здесь планета находится в восточнее левее по старой номенклатуре так это будет восточная лангация вот такие интересные точки планет мы имеем и вы должны о них немножко знать так хорошо ну а теперь пора объяснить те интересные движения которые которым обладают внутренние планеты марса мир венера и меркурия и внешние планеты вот я даю здесь объяснение колебательных около солнца видимых движений внутренних планет и так справа у меня вот как мы здесь договорились по моему справа значит запад слева восток значит обратите внимание самый главный факт который используется здесь скорости обращения разные у близкой планеты больше у удаленной планеты меньше вот этот факт я буду использовать земля беру венеру так вот земля за какой-то промежуток времени ну давайте за месяц предположим да по продвинется из этой точки сюда а планета имеет большую скорость она пишет больше дугу значит вот в положении 3 я планету вижу в направлении вот вот здесь группы звезд так я проектирую на небесную сферу так группы звезд планета видна у меня вот в этой точке через некоторое время через месяц планета переместилась земля переместилась она на меньшую дугу вы планету видите здесь и так здесь движение на небе относительно звезд с востока на запад слева направо так через некоторое время предположим у меня планета находится в точке 2 земля так а планета находится вот здесь вот я рисую проекцию у меня план планета находится вот здесь так дальше через некоторое время планета земля переместилась так значит первоначальное положение было относительно звезд здесь какая-то группа звезд планета наблюдала здесь а когда земля переместилась сюда а планета переместилась сюда на большую дугу у меня планета видна в этом направлении здесь движение какое запада на восток здесь с востока на запад здесь запада на восток так и вот а планета от солнца не удаляются потому что орбита у нее находится внутри и вот колеблется планета то двигает с запада на восток с то с востока на запад около солнца так если плоскости планеты и эклиптики совпадает то будет прохождение по диску солнца о чем я говорил так что очень простая картиночка объясняющая никаких элипсов пока не нужно так никаких хитрых ухищрений которые предполагал птоломей там ориентации вот этих осей да чтобы было параллельно так далее все очень просто двигаемся дальше так так ретроградное движение я показываю тот же самый фильм но уже сначала я его показывал во второй половинке вот как и объясняется ретроградное движение вот начало я не буду переводить это хотя все понятно так вот внешне планета голубенькая земля она вращается быстрее чем внешне планета хорошо дальше двигаемся вот я зафиксировал какое-то положение земля здесь планета так хорошо так смотрим зафиксировали положение и так земли я вижу планету вот в этой точке относительно группы звезд двигаемся дальше через некоторое время я вижу смещение как видите сверху вниз да вот смещение так дальше рисуем еще двигаетесь еще рисую у вас было смещение вот такое было смещение вот такое вот вам петля и ничего здесь не надо выдумывать комбинация равномерных движений ну здесь уже вот эту петлю я показывал вам движение марса так можно фильм снять так и так все копейник хорошо объяснил но я опять боялся что я фирмы не покажу вот то же самое объяснение петлеобразных видимых движений внешних планет но в таком статичном виде но это воспроизведение того что уже было при разных положениях но здесь скажем через месяц положение Земли и через месяц положения предположим Марс и вы видите что движения относительно звезд сперва с запада на восток потом с востока на запад и потом продолжать Nora готов оперlläohn через некоторое время 5 петля будет и так далее так далее так очень важно два термина которые широко используются в астрономии и вы должны знать что это такое значит при а таком орбитальном движении вводят периоды но у в астрономию период есть всегда прилагательный не просто период с прилагательным и так сидерический период от слова сидрал по латыни звездные и в английском языке кстати также так сидерический период время полного оборота планеты вокруг солнца обозначаем буквы т то есть вот я планету видел направлении каким-то звездам да вот планета сделала полный оборот и опять вернулась к тем же самым звездам вот этот промежуток называется сидерическим звездным мы стандартно обозначаем его буквой т но есть еще период синодически это период повторения одноименных конфигураций вот его зафиксировали планету предположим в западной квадратуре так но речь данном случае идет о внешней планете на через какой-то промежуток времени опять-таки планета окажется в западной квадратуре то есть угол 90 градусов по направлению к солнцу да вот этот период называется синодическим это период повторения одноименных конфигураций между этими да и обозначается буквой s t со значком вот такой кружочек с крестиком это стандартное обозначение земли в астрономии солнце обозначается в астрономии во всей научной литературе кружочек с точкой в центре так земля обозначается кружочек перекрещены юпитер имеет свой знак так венера имеет свой знак и об этом за не менее времени говорить не буду между вот этими тремя периодами периодом синодическим период сидерическим и периодом обращение земли вокруг солнца триста пятьдесят пять дней там запятая и так далее так далее дней так вот такая формула очень простенькая для внутренней планеты для внешней планеты немножко по-другому этот член стоит вот здесь впереди домашнее задание на следующей лекции я попрошу кого-нибудь вывести эту формулу ну хотя бы одну выводится ну чревичайно просто так вы подсчитываете планета переместилась сюда земля переместилась сюда планет переместилась сюда земля переместилась сюда и в конце концов настанет какой-то момент конфигурация одно и то же мне даже неудобно студентам университета выводить эту формулу так поэтому на досуге эту формулу вы видите ну какую-то одну из них неважно так и я кого-нибудь подниму и спрошу так гипотеза предложена новая гипотеза но любая гипотеза должна иметь подтверждение с точки зрения формальной гипотеза птолемея и гипотеза коперника равноценны они в одинаковой степени объясняют наблюдения ну с какой-то точностью да с точки зрения наблюдения вроде претензий нет и птоломей прав был и коперник для того чтобы доказать справедливость система мира коперника нужны были дополнительные аргументы и главный аргумент какой был у церковнику почему они не признавали один из аргументов так помимо от божественного творения земли в центре вселенной значит аргумент был такое хорошо у вас земля движется у у коперника у птоломея земля в центре неподвижна вот представьте себе вы идете сквозь толпу вот толпа хаотически двигается и вы идете в одном направлении строго как вам будет казаться люди движущиеся преимущественно вам будет казаться преимущественно люди двигаются за спину правильно да если вы если особенно если побежите так вот аргумент противников коперника был такой ага земля движется звезды неподвижны и если земля движется то звезды на небе должны смещаться в противоположную сторону пусть маленькие углы но в противоположную сторону наблюдение времен коперника не позволяли определить вот эти маленькие смещения звезд и это был аргумент пользу системы мира птоломея но один ученый его фамилия галилея впервые показал что коперник прав за что галилей тоже пострадал инквизиции подвергал его суду но это целая история может быть на следующей лекции немножко расскажу мы во подробно на следующей лекции что сделал галилей он во первых изобрел телескопик так но опять-таки справедливости ради первый телескоп изобрел не галилей а голландский оптик лапер шей он был медиком оптиком он догадался сделать подзорную трубу и рассматривал объекты далекие на поверхности земли галилей создал телескоп диаметром всего несколько сантиметров так и единственного заслуга что он догадался в телескопе посмотреть на небо так и сделал сразу выдающий открытие открыл пятна на солнце доказал справедливость гипотезы коперника и много других я не буду много говорить о галилее но какое основное открытие которое подтвердило справедливость гипотезы коперника вот на этом слайде смотрите птоломеевская система центре земля вокруг земли вращается венера простите вращается центр эпицикла так всегда обращена тыльной стороной к солнцу и вы никогда не увидите фаза венеры то есть у венеры тоже бывает серпики как у луны и так далее а что обнаружил при своих наблюдениях галилей он взял в центре солнца поскольку он был сторонником коперника земля вращается по орбите вокруг солнца венера вращается по орбите более близкой к солнцу так и смотрите земли мы видим когда венера находится вот здесь мы видим яркий диск венеры правильно и здесь когда венера находится в этом положении солнце освещает только вот эту полусферу мы видим первую фазу то есть у луны мы видим половину диска в этих положениях освещается тыльная сторона так венера практически не видно ну видно конечно но уж и не так ярко как быть но и здесь другая фаза и вот птолемея простите к галилей своими наблюдениями обнаружил вот эти фазы это большой удар по системе птолемея у которого никаких фаз не должно быть у венеры и когда только было открыто галилей это открытие было сделано галилей стал ярым сторонником учения коперника за что и пострадал так но его к счастью не казнили не сожгли на костре хотя намерение такие были но причины может быть явилось то что галилей вынужден был признать ошибочность того что он поддерживал так но легенда говорит о том что после третейского суда инквизиторов галилей выходя из этого зала своему ученику сказал и все-таки она вертится то есть земля вращается вокруг земли но вот этими фразами я закончу лекцию какие у вас вопросы есть правду все вы бежите так нет вопрос